В конце нынешней недели в регионе ожидается вторая волна паводка, связанная с увеличением объемов сброса воды через Волжский гидроузел. Первый же этап весеннего половодия, в ходе которого от ольда вскрылись в малые реки региона, по словам специалистов МЧС, завершился благополучно. Серьезных подтоплений населенных пунктов допущено не было. Продолжит тему Виталий Кошлев. Терсами, Дведица и Иловля. Именно от этих малых рек, которые текут с севера, спасатели ждали наибольших неприятностей. Тем более, что у соседей в Саратовской и Самарской областях ослаждения были. В нашем регионе максимальный подъем воды был зафиксирован на реке Терса. Согласно показаниям гидропоста, он составил около 70 сантиметров и приблизился к опасному уровню. Затем ситуация нормализовалась. Первый период паводка по малым рекам на территории Волгоградской области практически прошел. Те реки, которые могли преподнести нам определенные сюрпризы, находятся в нормальном состоянии. И со стороны Саратовской области дальнейшие угрозы нам не несут. Вторая волна паводка традиционно связана с разливом воды в районе Нижней Волги. Здесь решающее значение будет иметь интенсивность сброса воды через гидроузлы. Точный график установят на заседании межведомственной группы по регулированию режимов работы водохранилища Волга-Камского каскада, который пройдет 22 апреля в Москве. Пока расписание составлено только на 5 дней. Согласно ему, с 21 по 25 апреля интенсивность сброса через Волжскую ГЭС возрастет с 6 тысяч кубометров в секунду до 10 тысяч. Постепенно планируется выйти на так называемую рыбную полку – 26 тысяч кубометров в секунду. Кроме того, такие объемы будут способствовать заполнению ериков и озер Волга-Ахтубинской поймы. Хотя все сбросы воды через Волжский гидроузел будут контролируемыми, подтопление исключать нельзя, говорят спасатели. Традиционно может пострадать у нас Средне-Ахтубинский, Ленинский, два поселка Светлоярского района, остров Голодный и остров Зеленый частично. Значит, в принципе, все расчеты на возможные локационные мероприятия, первое очередное жизнеобеспечение у нас готовы. Силы и средства в достаточном количестве и постоянной готовности на случай возможных чрезвычайных ситуаций. В случае осложнения паводковой ситуации и возможных подтоплений спасатели готовы незамедлительно включиться в работу. Кроме того, согласно самому неблагоприятному сценарию, для жителей подтопленных домов будут развернуты пункты временного размещения. Виталий Кошелев, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба». Продолжение следует...